Друзья, если у вас нет возможности читать рассказ Ивана Тургенева «Живые мощи», смотрите это видео. Написал рассказ Тургенев в середине XIX века. Рассказ входит в сборник записки охотника. Дальше от первого лица. Итак, французская поговорка гласит «Сухой рыбак и мокрый охотник – печальное зрелище». Я не рыбак, поэтому судить о первой части поговорки не берусь. Зато со второй частью согласен на все сто. Для охотника дождь – это сущее бедствие. Был я однажды с мужиком Ермолаем на охоте. И с самого утра, не переставая, шёл дождь. Промокли насквозь. – Пётр Петрович, – обратился ко мне Ермолай. – Сегодня уже охоты не будет. Собаки ничего не чуют, ружья осечки дают. – И чё? Поедемте в Алексеевку. Это хутор вашей мамы. Здесь рядом. Там заночуем, а утром снова пойдём охотиться. Я даже не знал об этом хуторе. Мы поехали туда. Проснулся я рано утром и перед отъездом решил побродить по фруктовому саду. Вдалеке увидел пасеку, пошёл к ней. Рядом стоял сарайчик. Заглянул внутрь, а там кто-то лежал. И я сразу ушёл. – Пётр Петрович, – услышал я голос. – Подойдите, пожалуйста. Я вернулся. Передо мной лежал человек. Тело было почти высохшее, как у мумии. – Не узнаёте, барин? Я Лукерья. Помните, хороводы водила? – Да ладно, ты? Это была Лукерья, крестьянка моей матери. Когда-то первая красавица, высокая, хохотушка, плясала, пела. Да по ней все парни вздыхали, и я тоже, когда мне было шестнадцать лет. «И что с тобой случилось? – спросил я. Беда случилась лет шесть-семь назад. Меня выдали замуж за буфетчика Василия. Любили мы друг друга. Как-то ночью вышла я на крыльцо послушать соловья. И послышалось мне, что кто-то позвал меня Васиным голосом. Я оступилась и упала на землю. Сразу встала, вернулась к себе в комнату. Меня удивляло, что Лукерья рассказывала без вздохов, без нытья, а почти весело. И вот с того дня начала я сохнуть и чахнуть. Вскоре ноги отказали. Стоять и сидеть не могла. Ваша матушка меня даже в больницу отправила, но ни один доктор не мог сказать, что со мной. А затем перевезли меня сюда, к родственникам. «А твой муж Василий, что с ним?» Тупой был вопрос, но я больше не знал, о чём можно было спросить. Немного погоревал, а потом женился на другой. У него всё хорошо, детки растут. За мной добрые люди присматривают. Уже семь лет. Вначале было тоскливо, а потом привыкла. У других ведь ещё хуже бывает. Я вижу, слышу, чувствую запахи. «Лукерья, если ты хочешь, я перевезу тебя в больницу. Может, что-то и получится. Там ты будешь не одна». Отказалась Лукерья. Сказала, что смысла нет. Ей и здесь хорошо. Она попыталась для меня спеть, но сил на пение не было. «Приснился мне однажды Христос», – рассказала Лукерья. Звал к себе. А другим разом приходили ко мне во сне покойные родители и кланялись мне. И ещё и снилась мне смерть. Я просила, чтобы она меня взяла с собой. Но она ответила, что ещё не время, что после Петрова поста заберёт меня. – Сколько же лет тебе? – спросил я. – Да ещё тридцати нет. Перед тем, как уйти, я спросил, что, может быть, ей что-нибудь нужно. Ничего, я всем довольна. Хотя… Поговорите со своей матушкой, пусть местным крестьянам оброк чутка снизит. В деревне жители прозвали Лукерью «Живые мощи». Несколько недель спустя я узнал, что Лукерья умерла после Петрова поста. Вот такая история, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...